Людей, которые переболели коронавирусом, становится все больше. Спустя почти два года пандемии, ковид коснулся практически каждой семьи или рабочего коллектива. И для некоторых отрицательный тест не становится финальной точкой в борьбе с заболеванием. Что такое постковидный синдром и какие у него симптомы, узнала наш корреспондент. Постковидный синдром именно так называют комплекс побочных эффектов, который оставляет после себя коронавирус. Постковидный синдром это понятие, которое вошло в практику относительно недавно. Оно было введено в Всемирной организации здравоохранения в сентябре этого года. И связано с тем, что у многих пациентов, не у многих, а порядка 25% встречается проявление новой коронавирусной инфекции через 6 или даже 12 недель после того, как они будут выписаны из стационара. В первые месяцы после выздоровления многие чувствуют слабость, отмечают проблемы с памятью, страдают от бессонницы. Часть переболевших жалуются на отдышку, учащенное сердцебиение, боль в мышцах и суставах. А боняние и нормальный вкус еды тоже возвращаются не ко всем. На первую очередь это усталость. И, кстати, люди думают, что один из симптомов, который, наверное, часто встречали раньше, это потеря боняния. Это не из-за того, что вирус плодится в носу. Это поражение головного мозга. Потом у 15% развивается печеночная недостаточность, а у порядка 20% развивается острая либо хроническая почечная недостаточность. Также еще один из симптомов – это аритмия, так как, по словам врача, вирус поражает еще и сердце. Если у человека в период реабилитации от COVID-19 очень долго остаются какие-то из этих проявлений, можно делать предварительный вывод о постковидном синдроме. У него симптомы остаются, вот как бы после легкой формы, нарушение отдышки появится, слабость, утомляемость, то, скорее всего, у него развился постковид. Но, скорее всего, в большей части он развивается у людей, которые принесли либо средне тяжелую, либо тяжелую, либо крайне тяжелую форму. Врач отметил, что проблемы могут приобрести субхронический или хронический характер. Поэтому необходимо обратиться к медикам.